В Сыровской области будет создан Уральский танковый батальон, который станет достойным продолжателем лучших традиций Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного в годы Великой Отечественной войны. Основной задачей нового батальона станет поддержание высокого уровня боеспособности, проведение занятий в системе боевой подготовки. В командовании Центрального военного округа планируют параллельно продолжить развитие Сыровского полигона, где будут созданы условия для отработки элементов танкового биатлона, подготовки к российским и международным соревнованиям. Военные заявляют о формировании нового бренда региона. Уральский батальон поможет выгодно позиционировать Средний Урал и уральские предприятия оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время уже ведется жесткий отбор кандидатов на прохождение службы в подразделении. Среди критериев уровень образования, физическая подготовка, морально-деловые качества, мотивация быть достойными славы уральских танкистов, ковавших великую победу. Планируется, что в батальон войдет более 30 единиц военной техники современных модификаций. Формирование подразделения должно завершиться к концу 2016 года. Напомним, что Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в 1943 году на добровольные взносы и оснащен оружием и техникой, изготовленными сверх плана. Уральский добровольческий танковый корпус, вступив в бой на Курской дуге, прошел более 5000 километров до Праги и Берлина.